Пистолет Макаров, он устроен так, как бы, вот он, да такой, он очень совершенный пистолет, вам скажу, очень совершенный, он очень надежный, очень надежный, им надо только правильно пользоваться. Вот я сейчас поэтапно, сначала на одной скорости, потом на другой, потом и все на ускорении, вам просто покажу принцип, тут сразу и осмотра, и разборки скоростной, она потом, а потом я вам по секрету, товарищ полковнику, как бы своей на работе скажу, посмотрите, вот даже когда я беру пистолет, многие раз его возьмут, и видите, он куда уже ушел. Я, значит, беру, раз, без проверки патроника пока работаем, все, это медленно мы поработали. Значит, есть у нас результат 4,5 секунды разборка-сборка. Я взял пистолет, вытащил в магазин, снял с предохранителя, проверил наличие патрона в патронике, снял, снял затвор, положил от себя, пружинку положил между затвором и магазином, спусковую скобу поставил на место, у меня пистолет аккуратненько лежит. Почему? Пружинка кладется в центр, потому что иногда стол получается с наклоном, и пружинка просто скатывается. Чтобы она не упала, мы ее кладем. После этого мы делаем такое движение, берем пружинку, не торопясь, работаем, посмотрите, пружинка этой стороной, ведь она здесь немножко диаметра у нее другой, я, посмотрите, как одеваю пружинку, я ее просто держу, и пистолет на нее сам. После этого одним движением спускал скобу, раз, два, три, четыре. Есть спортивная разборка, еще раз обращаю внимание, это делается без патронов, на соревнованиях, на всяких мероприятиях, кто быстрее. Здесь очень скорость большая, и мы поэтому стараемся патроник даже не снарить. То есть мы, раз, два, бросил не глядя, ткнул, одел, затвор также не глядя. Все. Теперь, я уже быстрее работаю. Раз, коснулся, смотрите. И вот, как затор одевается. Если даже захлопнулся затор, все попадаются вот на этом движении, посмотрите. Правильно? Потому что они не делают вот этого. Ну, правильно, поскольку. Но, стол же не всегда будет, согласитесь. Стол не всегда будет, значит, я как работаю? Раз подвезли, посмотрите. Раз затвор снял, могу пружину тут же снять сразу, потом одеваю здесь. Мы сейчас делаем упражнение, называется, как бы, одевание затвора. Это то упражнение, на которое все попадаются. Посмотрите внимательно. Вот я повел затвор, я его, как бы, сверху только захлопнул, еще раз обращаю ваше внимание, так как мы работаем медленно. Я раз, затвор захлопнулся, и, видите, так же я его снял. А теперь еще раз. Раз, два, три. И снял, если надо. Я беру затвор так, чем ближе руки, вот в этом месте к телу, тем удобнее работать. На вытянутых руках работать крайне неудобно. Хотя тоже можно. Вот. Еще.